Ясное небо, яркие листья и дуновение осеннего ветра. Этот момент Алексей Усманов увековечил, используя кости животных, камни и металл. Автор признается, больше времени потратил на разработку идеи. Реализация проекта – делать техники. А она у опытного ювелира отточена годами тренировок. Фон я сделал из кости, протонировал ее синим цветом, потом ее немножко уменьшил, потому что интенсивность синий не бывает неба. Сделал нежно-голубой и потом еще инкрустировал листья сакуры, уже улетающие в кости. Таким образом получилось готовое изделие. Большую часть оборудования в мастерской Алексей Усманов изготовил самостоятельно. С помощью этих станков украшения можно создать даже из простого куска металла. Достаточно проявить фантазию и последовательно соблюдать технологические правила. Так, дальше следующий этап у нас какой? Мы получаем стержень и должны прокатать сначала квадратик, а потом мы сделаем полуовал. Вот для этого нужно вальцы прокатать металл. Из этой металлической заготовки автор сделает кольцо с выемкой для янтаря. Эксклюзивную вещь попросили изготовить знакомые. Кости, камни и металл – это далеко не все материалы творца. На счету мастера сотни произведений, некоторые из которых выставляли на обозрение в островных музеях. На самом деле это было донышко одной посуды японской, то есть вот оно было вот так вот. На мосту стоял человек и с очком ловил рыбу. Это прям посуда. Я разделил и сделал набор, который называется «Удача ждет». А посуду где эту достали? А это на раскопках найдено. Вот осколки копают у нас много на Сахалине. Это так называемые слезы карафута, то есть осколки посуды японской. Есть, конечно, целое, но бывают осколки, которые уже никуда не пойдут, и вот с них можно что-то сделать. Алексей Усманов признается, сейчас ювелирное дело для него просто хобби. Однако из-за повышенного спроса на эксклюзивные изделия мастер планирует наладить коммерческое производство украшений из драгоценных металлов. Владимир Ильин, Сергей Салихов, телекомпания УТВ.